доброе утро дорогие телезрители конечно доброе утро и всем здравствуйте подписчикам на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема и она продолжится у нас достаточно долго это приправы это заготовки это консервирование замораживания и так далее начинаем сегодня хочу показать вам как сделать хорошую вкусную приправу из красного сладкого болгарского перца так мы его называем вот эта культура уже прижилась на наших огородах и мы с удовольствием делаем из нее всевозможные заготовки на зиму и леча и просто нарезка для борща и вот это приправа это не я придумала разумеется что нет она уже давно в на нашем столе и я хочу поделиться этим рецептом причем этот рецепт без рецепта то есть вы должны понимать вот что я делаю сейчас правильно понимаете одеваю на мясорубку полиэтиленовый пакет для того чтобы это все красным цветом не окрасила кухню когда мы начнем до крутить все это значит нам нужен красный сладкий перец чем краснее тем лучше нам нужно некоторое количество петрушки немного укропа петрушка листовая вот она а эта петрушка корневая значит понадобится сахар и соль понадобится подсолнечное масло понадобится естественно уксус и еще маленькая добавка вот такой красный горький жгучий перец и конечно же закрыла крышкой потому что запах у него ужасно приятно это чеснок все ингредиенты на столе и мы сейчас очень быстро перекрутим вот эту всю массу чтобы вы понимали как это делается обратите внимание это называется сито у мясорубки и пропускная его способность очень велика она электрическая но мы выбрали ячейки покрупнее которые для фарша он получается как рубленый но и нам не надо перетертую вот такую вот пасту нет нам нужно приправа где будет ощущаться и небольшие комочки перца и небольшие комочки естественно чеснока и петрушки запускаем эту всю красоту включая мясорубку и очень быстро быстро перекручиваем все это чтобы вам было видно что я вас не обманываю посмотрите какая красивая масса получилась вот здесь добавлять никакого бульона никакой там соленой воды ни в коем случае нельзя здесь очень много сока перца теперь нам нужно перекрутить вот все что у нас есть здесь на тарелках здесь примерно килограмм 300 грамм вот на это количество понадобится ну при особой любви к петрушке понадобится вот такое количество ну штучек 5 среднего размера ну при том что если у вас аллергия лучше не рискуйте на петрушку тоже бывает аллергия поэтому вместо петрушки используйте укроп любую другую зеленую траву которую вы переносите это будет даже кинза зеленая тоже пойдет это будет очень вкусно значит перекручиваем петрушку ну я все-таки люблю петрушку и предпочитаю ее в достаточном количестве поэтому перекручиваем но вот разрезать на мелкое не надо мясорубка так устроена что поймав хвостик зеленки там петрушки она втянет туда все это дело и все перекрутили а теперь посмотрите как зелень перекрутиться вот это количество может а многовато поэтому возьмем пару веточек укропа и возьмем вот ну половинку вот этой зелени на такое количество перца вполне будет достаточно аромат будет замечательный вот то что слишком жестко можете убрать это не нужно а то что сочная и хорошо ломается видите это конечно пусть идет туда в нашу нашу замечательную приправу здесь стоит баночка томатной пасты паста должна быть стерилизована и ее количество определите вы вот когда мы будем соединять все наполнители до этой этой приправы вы посмотрите вот понимаете у меня принцип такой не навалить туда все что по рецепту написано может быть мне это будет невкусно а положить туда все что для меня будет вкусно и подсолнечное масло и сахар и соль и томатная паста кстати если у вас изжога с томатной пасты введите туда пожалуйста свежие помидоры но предварительно срезав у них до макушечку выдавив все семена и всю воду вырезав плодоножку и только тогда можете даже обварить кипятком для начала и снять шкурку но это не обязательно все что находится в кожице любого плода овоща это все очень полезно для нас значит что у нас следующее должно быть очень маленькое количество острого красного перца поэтому я возьму всего вот такую часть от перца этого будет достаточно я люблю острое но не настолько чтобы не есть приготовленное блюдо а только делать вот так как собака и искать воду где она есть на самом деле значит запускаем туда перчик ну и чеснок тоже по рецепту не понимаю такого слова уже давно не понимаю по рецепту да там достаточно большое количество но я так думаю что вот видите я убираю назад пять таких зубков будет более чем достаточно это будет нежный вкусный вкусная приправа она не будет немножко подщипывать язык но не так чтобы знаете глаза в кучу и правильно говорят что все это называется смерть мухам старухам значит начинаем до перекручивать то что у нас в малом количестве в этой мясорубке есть реверс то есть можно вернуть назад движение этого вала который накручивает все продукты подгоняя его к ножу и реверс как бы ну поменяет местоположение и снова можно включить ну я думаю что достаточно чеснока достаточно всего так это нам не нужно да вот сюда поставим значит вот здесь приготовлены уже баночки и хочу ваше внимание обратить и на них тоже у этих они квадратные хотя по объему 0 5 литров очень удобно состыковать их в холодильнике не тратя места на круглое там пространство эти банки закручиваются либо вот такими винтовыми крышками либо что я на недавно обрела вот такими крышками и они садятся настолько плотно настолько хорошо что никакого попадания особенного туда воздуха точно не будет значит продолжаем нашу приготовление нашей приправы здесь у нас перец болгарский сладкий здесь петрушка корневая петрушка листовая и немного укропа здесь есть чеснок уже и наша задача ввести сюда столько соли чтобы было да достаточно солено это соль очень соленая вот такое количество я ввожу соли теперь я перейду на сахар тоже примерно ложка такая помните пожалуйста что и сахар и соль всегда открывают вкус продукта всегда и это всегда будет очень и ароматно и вкусно если вы не забудете даже приправу для борща ввести немного сахара у нас здесь есть томатная паста я еще с открою да все просто в этой жизни все очень удобно значит ложка мне нужна чистая потому что всю пасту использовать ложка мне нужна чистая потому что всю пасту использовать я не собираюсь смотрите одна ложка ну и 2 такая же большая вот теперь самая главная задача перемешать все так чтобы понимать что получилось на вкус тщательно перемешиваем она будет густая и самое главное знаете что вот это не варится это сырое все то есть все витамины все бета-каротины в перце и огромное количество они все останутся в том виде в каком их создала природа и донесла до нашего стола это просто супер вкусно значит ну перемешали а мешать мы будем еще очень много эту миску значит следующее что мы делаем нужно ввести сюда подсолнечное масло это тоже консервант и это придаст бархатистость этой приправе значит ну масло выбираем то которое особо не пахнет потому что когда пахнет семечками жаренными вот как будто вы семечки идите посмотрите на это количество я ввиду всего ну столовых ложек три достаточно то есть это килограмм с небольшим перца был перекручен значит три достаточно а теперь еще один главный один из главных ингредиентов который и будет хранить нашу приправу в холодильнике разумеется это даже не обсуждается в домашних условиях это все не устоит это конечно уксусная кислота у меня она 70 процентная и даже на запах могу определить разведена она не или нет значит это разведена разведена примерно до 10 процентов всего и вот когда вы будете добавлять уксусную кислоту не надо лить в чашку боже упаси вот сюда в ложечку и желательно бы даже бы над тарелкой а не надо чашкой потому что ну все бывает друг нет рука значит несколько капель видите да это третья четвертая часть чайной ложечки я буду вводить такими количествами и пробовать смысл приготовления любой приправы для себя заключается в том чтобы положить ровно столько ингредиентов чтобы вам было вкусно они по рецепту по рецепту надо соблюдать все что там написано перечень то что туда должно войти тогда вкусовые как бы до качества вашего приготовленного блюда будут отвечать требования посмотрите какая красота да кто уж откажется от такой приправы намазать на хлеб на мясо на рыбу скажу я вам всего достаточно и соли и сахара и уксуса и чеснока и петрушки все это в равной степени вы чувствуете на языке но кусочки перца достаточно крупненькие и все что мы туда ввели оно должно что сделать впитаться да вот во все кусочки петрушки там этого и чеснока и перца и в листики вот когда это впитается а на это понадобится три-четыре часа значит мы убираем ложку закрываем эту чашку пленкой и оставляем на столе при комнатной температуре для того чтобы это все соединилось и потом попробовав еще раз вы должны будете понимать а уксуса хватает вы должны его чувствовать что ну да уксус есть вот тогда это будет храниться а вот если вы вот я чуть-чуть положила совсем чуть-чуть да и чеснок мешает понимать количество уксуса и вы должны понимать что да все в порядке всего хватает чеснока не надо больше петрушки не надо ничего не надо вот тогда только отправляем все в банке закручиваем и в холодильник удачи вам здоровья и благополучия я надеюсь что у вас получится такая же вкуснятина вы все видели все на ваших глазах а